Игорь Васильев Игорь Васильев Игорь Васильев Этот список возвращения немножко к прошлому, иногда не к самому лучшему. Мое мнение, что российской сборной должен руководить российский тренер, оно стопроцентное. Было, есть и всегда будет. Ну пусть приедут эти 60-70-летние иностранцы. Зачем они сюда приедут? Что, поднимать российский футбол? Возьмем нашего молодого перспективного тренера. Он будет дальше работать. Он знает, что если что-то не получится, он будет стараться, 100% себя вынести. Он знает, что ему молодость в стране жить. Он не будет носиться спустя рукава, как относились некоторые наши предыдущие тренеры. Можно написать еще и сюда десяток фамилий, но это несерьезно. Он работал в Барселоне. Он взял готовую команду, извините, еще неизвестно, что там он. Выиграл в прошлом году, в этом году ничего не выиграл. Так? Так. И по какой причине Гвардиола ушел? Знаете? Не знаю. А как не знаете? Устал. Устал. Значит, работать в Барселоне устал, а поднимать российский футбол он не устал. Сразу посвежел все и пришел, приехал сюда. Гвардиола даже не знает, что он списывает. Скорее всего так. Ну а зачем тогда это делать? Ведь это вопрос серьезный. Это же люди будут читать. Вашу газету читает вся страна, вся Европа. И когда такие пишут вещи, тоже Гвардиола, наверное... Будет возмущен. Со мной разговаривали люди. Я свою кандидатуру ни при каких ситуациях выставлять не стал бы. Поэтому не потому, что меня вычеркнули, а потому что я свою кандидатуру сразу снял. Это уже будет, опять же, то, о чем я начал. Это возвращение к тому, чего было. Возможно, возможно, уперся бы. Возможно, что-то и получилось. Возможно. Ну, это не перспективный тренер. Я вот сейчас за перспективного тренера, который мог бы доработать, которым мы бы вырастили все вместе. Журналисты, болельщики. Сам должен он, конечно, быть с задатками хорошими. Как всем претензий. Как всем. А как же. Ну, что бы мы на одного Аршавина свалили. Сначала сделали из него спасителя нашего футбола. А хорошо к Андрею отношусь, кстати. Сначала сделали его чуть ли не человеком, который должен выиграть чемпионат мира, а Европы. В том, всех собак на него повесить. Да никогда он один не выиграет чемпионат его. И не такой он высокого класса. Я вообще одного футболиста знаю, который мог сделать результат. Это Марадона. Который выйди, команда одна. Не выйди, другая. А здесь он обычный хороший футболист. Да, ну, слишком уж много мы на него надежд возлагали. Команда должна была играть. А команда полностью себя не реализовала. Я не скажу, что она сыграла плохо. Я просто скажу, что не реализовала полностью. Могла выступить лучше. А выступила так, как выступила. Мне запомнился этот чемпионат Европы тем, что он не запомнился. Да, может быть, это каламбур. Но это так. Почему? Потому что очень мало было ярких запоминающих матчей. Очень мало. Напряжение во всех почти играх было. Но такие, где интрига, вот как знаете, сценарий. Чтобы на последних секундах счет менялся 1-0, 1-2-3. Таких матчей практически не было. А еще запомнился справедливостью. На мой взгляд, все команды расставлены по ранжиру. А сговорился на? За Испанию. Я всегда за Испанию был. Даже если бы они вылетели. Почему? А футбол хороший у них. Футбол. Там любимый мой игрок играет. Инъеста. Когда Барселона, у меня два любимых игрока. Месси и Инъеста. А когда Испания, я за Инъесту болел. На вопрос у журналистов «Спортэкспресс» Олег Романцев, как обычно, отвечал достаточно открыто. В частности, очень много времени он уделил анализу игры сборной нашей на Евро 2012. Олег Романцев сказал, что он недоволен недостаточной самодачи футболистов. И заметил, что сборной нужен только российский тренер. Иностранцев больше приглашать не нужно. Ну а закончился интервью достаточно неожиданно. Внучка Романцев, с которой он пришел к нам в редакцию, и она хочет стать журналистом в будущем, спросила своего деда, не хочет ли он сам возглавить сборную России по футболу. На что Олег Романцев ответил категорическим отказом. Возможно, даже провокационный вопрос. Готов ли ты стать тренером сборной? Нет, не готов. Провокационный ответ. Смотрите «Спортэкспресс-ТВ» и оставайтесь онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова